В этом выпуске. Как блокировать рекламу на YouTube, удалённая запись телефонных разговоров и продвинутый микшер звука для Android. Молодец, держи. Опа! Сейчас поработаем, б***ь! Всем привет! Это первый выпуск рубрики «Самые лучшие Android-приложения в 2022 году». Без лишних слов, давайте приступим к делу. Не знаю, как вы, но я совсем потерял интерес к YouTube ещё в прошлом году. Я полностью пересел в TikTok и Яндекс.Дзен. Единственное, для чего я использую YouTube, это тренировки в зале и просмотр новостей. Новость я смотрю тогда, когда мою посуду. И как же меня бесят рекламные ролики, которые длятся от 2 и до 40 минут. Да, сейчас в YouTube активно стали продвигать различные ток-шоу, и иногда можно нарваться на очень, очень длинный рекламный видеоролик. И вот если у меня руки в моющем средстве, или я весь мокрый и потный во время тренировки, это прям пытка. Я бегу протирать руки и выключаю эту хрень. Как автоматически блокировать рекламу в официальном клиенте YouTube, и при этом не нарушать правил платформы. Дисклеймер. Уважаемые модераторы YouTube, вы меня уже достали блокировать мои видеоролики. Объясняю на пальцах. Это приложение доступно в Google Play, и оно распространяется совершенно бесплатно. Да, оно работает через официальный клиент YouTube. И нет, оно не вмешивается в код вашей программы. Все, что оно делает, это автоматизирует процесс пропуска рекламы. То есть выполняет то, что и так можно сделать на официальном клиенте YouTube. Но теперь это делается с помощью специального фонового сервиса, в автоматическом режиме, избавляя пользователя от необходимости прямого участия в этом процессе. Ребята, данная программа, как мне кажется, является наиболее честным блокировщиком рекламы для клиента YouTube. Утилита называется Skip Ads. YouTube позволяет вам пропускать рекламу, если она вам не нравится или неинтересна. Для этого вы жмете на кнопочку пропуск. Если телефон в руках, то с этим никаких проблем нет. За 5 секунд, что вы видите рекламу, блогер, в том числе и я, ваш покорный слуга, получает небольшую копеечку. Так YouTube позволяет зарабатывать нам деньги, даже если вы не смотрите рекламу. Программа Skip Ads делает это автоматически. Как я сказал ранее, она не вмешивается в работу официального клиента YouTube, а просто использует функцию наложения для того, чтобы автоматически пропускать рекламу за вас. Очень удобно. И минимум настроек. Вы просто запускаете программу Skip Ads, даете ей разрешение на доступ к функции наложения, и все. Она сама понимает, когда вы смотрите YouTube, определяет рекламу и безотказно ее блокирует. Профит. Мойте посуду, включайте ребенку плейлист с мультиками, занимайтесь спортом, делайте что хотите. Программа будет пропускать рекламу за вас. Рекомендую. Плюс с бонусом есть возможность установить суточные ограничения на работу клиента YouTube. Вторая программа называется All Tracker Family. Она позволяет удаленно записывать телефонные разговоры с телефона вашего ребенка, отслеживать маршрут его перемещения, получить информацию о состоянии телефона и запускаемых на нем приложениях. Как и прошлая программа, эта утилита распространяется совершенно бесплатно. Есть, конечно, и проффункционал, но мы рассмотрим только ее базовые возможности. Самое главное, что геолокация и запись телефонных разговоров не требуют оплаты. Обе эти функции входят в базовый пакет. Если же вы хотите узнать о всех ее возможностях, то ссылка на полный обзор будет в описании под этим видео. Начнем с геолокации. Программа позволяет определить местоположение телефона с точностью до 10 метров, и для ее работы требуется Android версии 6.0 и выше. И если вам не интересны функции родительского контроля, ну может быть у вас нет детей, то почему бы не использовать старый телефон в качестве системы слежения за своим авто? Ну мало ли. Вот угонят у вас машину, а вы будете иметь на руках весь маршрут перемещения злоумышленников из точки А в точку Б. Все фиксируется в фоне, а сам телефон может быть заблокирован. Доступ к геолокации возможен в режиме реального времени. Ведь лишняя такая информация никогда не будет. Я записываюсь на внешнюю камеру, поэтому не удивляйтесь качеству звука. Слева расположен телефон, за которым я буду следить, а справа родительский телефон, который будет получать всю информацию слева. Для начала покажу вам, как провести первичную настройку программы. Каждый этап сопровождается пояснениями на русском языке. Я понимаю, что сейчас многие переживают за сохранность своих личных данных, поэтому в приложении реализовали меню переключателей. Вы можете разрешить программе получать доступ только к вашему местоположению, или наоборот разрешить только удаленную запись телефонных разговоров. В отличие от многих других программ, здесь ничего не сломается, если вы, например, отключите доступ к хранилищу, камере или микрофону, или, например, трансляции экрана. Таким образом вы вручную контролируете, какие данные будут сохраняться в личном кабинете. Их также можно удалить всего за пару секунд. Чтобы программа получала данные о геолокации, ей не нужен включенный GPS. Все будет работать и через сотового оператора. Чтобы не тратить зря время, мы параллельно создадим себе личный кабинет на сайте AllTracker. Для авторизации можно использовать электронный почтовый ящик и социальные сети. Я войду через ВКонтакте. Весь процесс мы немножечко ускорим, и я покажу вам, как зарегистрировать устройство на свой аккаунт. В личном кабинете у меня уже подключен один телефон. Это телефон моего друга Егора, и я забыл его отключить еще в прошлом году. Прости, Егор. Сейчас все удалю. Сайт генерирует QR-код, который мы должны отсканировать первым устройством. Все. После этого телефон станет доступен в личном кабинете во вкладке устройства, и вы сможете им удаленно управлять. Как именно, я покажу далее. Второй момент. Очень печальный факт. В России ежегодно пропадает 30 тысяч детей. Я просто считаю, что подобное приложение обязательно к установке на телефон любого ребенка. Бонусом можно считать функцию записи телефонных разговоров, которые вы будете иметь доступ в любой момент. С вашего компьютера или телефона. Сейчас я вам покажу, как работает запись телефонных разговоров, как их можно прослушать. И не обращайте внимания на качество звука. У моего друга очень тихий голос. Мне самому приходится слушать его в наушниках, поэтому имеем, что имеем. Погнали. Как его установить? Ссылочка на загрузку, как всегда, в описании под видео. Оно доступно в Google Play. После загрузки приложения AllTracker Family на смартфон вашего ребенка, мастер настройки подберет оптимальные параметры для модели вашего телефона. Вам только стоит сажать на кнопочки Далее и разрешаю. То есть установка происходит в полуавтоматическом режиме, а сама программа полностью переведена на русский язык. И спустя всего пару минут программа будет готова к работе. Доступ ко всей собираемой информации доступен из браузера, поэтому доступ к личному кабинету можно осуществлять как с компьютера, так и с вашего телефона. Третья программа называется Laser Audio Switch. Когда-то я про нее уже рассказывал, но она обновилась, и теперь эта программа просто обязательна к установке на любой Android смартфон. Во-первых, мне очень нравится, как устройства от Apple работают со звуком, и в частности с наушниками, динамиками и внешней акустикой. Беспроводные наушники, колонки, Smart TV, Apple TV и так далее. Вы можете слушать музыку в наушниках, а потом нажать им всего одной кнопки, перенаправить аудиопоток в телевизор, или на внешнюю Bluetooth-колонку. Все делается автоматически через панель управления. И самое главное, переключение звука осуществляется бесшовно. Все настолько плавно и красиво, что диву даешься. Как здорово придумали. И я ни разу ничего подобного не видел ни на одном Android смартфоне, которым пользовался. Вот недавно я купил себе аппарат Vivo U53S с 11 версии Android, и опять подобной функции там нет. Может кто-то подсказать мне в комментариях, есть ли что-то подобное на Android из коробки. Может быть на оболочках от Samsung, Honor или OnePlus. То есть я хочу перенаправлять музыку на любое доступное мне аудиоустройство. Например, с Bluetooth-колонки на вторые наушники. Или на динамик телефона. Но при этом я хочу, чтобы связь с устройством не терялась. То есть чтобы Bluetooth-соединение не разрывалось. Так можно? Чтобы из коробки и без стороннего софта. Если нет, то Laser Audio Switch вам в помощь. Я не представляю, как бы я пользовался телефоном без этой программы. В последней версии добавили возможность переключения устройства воспроизведения через панель уведомлений. То есть теперь все работает так же, как на iOS. Но только если там панель управления снизу, то на Android она будет сверху. И звук переключается так же бесшовно. Это очень круто. Давайте продемонстрирую вам, как все это работает. Единственное, что я без штатива, потому что штатив в той комнате, где сейчас малая. Она спит, у нас обеденный сон. Значит смотрите, запускаем программу CastBox. Звук воспроизводится через Bluetooth колонку. И вот здесь смотрите, если в iOS, как я говорил, это снизу, то в Android спускаем. И вот уведомления от программы Laser Audio Switch. Сейчас у нас получается протокол Bluetooth. То есть используется Bluetooth устройство, используется по умолчанию микрофон колонки. То есть, как я потом в дальнейшем вам скажу, можно разделять полномочия по управлению звуком. Давайте спустим вниз. Жмем воспроизведение. И переключаем на спикер. Это динамики моего телефона. И вот смотрите, как я говорил, будет бесшовное переключение. Но то, что CastBox поставил подкаст на паузу, это чисто не то чтобы проблема, особенность этой программы. До этого я несколько лет пользовался DogCatcher. И там в настройках можно было поставить такую опцию, не ставить воспроизведение на паузу при переключении на другое аудио устройство. Вот у CastBox такой настройки нет. Поэтому ставится на паузу. Жмем на Play. Я вспомнил, как она осыпается. Что они все вот эти широкие, огромные. И звук автоматически здесь. Если нажмем на кнопочку Headphone, то звук пропадет, но система будет транслировать его на джек. То есть, вы полностью контролируете звук. И вот смотрите, да, жмем на Play. Ну потому что, типа, как бы мне девушка сказала, что она жила в огромной квартире. Так, нажал. 3 метра, мне нужно, большая, подожди, а большая это, 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 это куда? Это чтобы он прям на голову тебе смотрел или что? Все делается в автоматическом режиме. И давайте расскажу о ней чуть поподробнее. Вот что изменилось с момента выхода моего прошлого обзора. Вы можете на ходу переключать звук с устройства на устройство. А так, если вы пропустили мое прошлое видео, то давайте я вам напомню. Laser Audio Switch это продвинутый микшер управления с звуком. Вы можете подключить к своему телефону Bluetooth наушники, обычные проводные наушники, или форматы USB Type-C, может быть внешний USB микрофон, а может быть просто Bluetooth гарнитуру. Что угодно. И Laser Audio Switch позволяет вам вручную указывать в системе Android, что звук мы сейчас будем записывать с разговорного микрофона. Либо с микрофона камеры, либо через вход USB, либо с Bluetooth устройства, либо с гарнитуры и так далее. Вы выбираете сами. Вы властелин звука. И вы также свободно можете указывать в программе, где воспроизводить звук. Телевизор, хромкаст-приставка, беспроводные наушники, или наоборот проводные наушники, или просто динамики телефона и так далее. То есть голос можно писать с одного подключенного устройства, а выводить звук, под звуком я подразумеваю музыку, аудиодорожку из фильма, то есть любой аудиоконтент. Можно через совершенно другое устройство. Все как у взрослых. На Windows такими вещами никого не удивишь. Но вот на Android подобной функции из коробки нет ни у кого. И благодаря Laser Audio Switch вы можете управлять звуком без каких-либо ограничений. Получается даже покруче, чем на iOS. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Если вы хотите узнать поподробнее о работе с программой Laser Audio Switch, то я снимал отдельное видео, где показывал, как именно управлять звуком на телефоне с помощью этой утилиты. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok